Вот это импровизированная лошадь Я принес полотенце, ну, я его выбирала среди нескольких полотенец Первое мае – это традиции, в первую очередь Традиции людей, которые своими руками что-то в этой жизни создали, сделали И мы сегодня, как еще, будучи маленькими детьми, помним, когда с нашими родителями шли С бабушками, дедушками на этот Первомай И самое главное, эта традиция продолжается благодаря нашим профсоюзам, благодаря желаниям нашего народа Человек силен традициями, устоями определенными, которые передаются из поколения в поколение Их надо всегда поддерживать, и это гарант будущего В общем смысле этого слова, это партизанская деревня Самое главное предназначение ее – это рассказать молодежи, подрастающему поколению О той Великой Отечественной войне, как жили партизаны, в каких условиях В каких условиях они воевали, в каких условиях проживали, в каких условиях принимали решения Здесь партизанская деревня сама по себе, она состоит из нескольких землянок Это штабная землянка, здесь есть красный уголок, здесь есть столовая, пункт хозяйственной деятельности Есть баня, есть даже учебные места для проведения подрывных работ Потому что партизаны, прежде всего, это в том числе и под откос спускали эшелоны фашистской Германии То есть полностью воссоздан тот ландшафт партизанской деревни Для того, чтобы на примере того, как воевали наши деды Показать, чем гордится наша страна для будущего подрастающего патриота Или жителя нашей необъятной родины Патриотизм – это готовность к любым жертвам во имя своей родины Я считаю, что патриотизм – это не только любовь к родине, но и любовь к своей малой родине, к семье Это душой чувствуется как-то, начиная от своей семьи, дома, так далее, двора, города и уже переходит в страну Ты это сам чувствуешь Патриотизм, в моем понимании, соразмерен поступку Потому что это, как бы, можно обратно повернуть, сказать поступок проявления патриотизма Потому что ты сделал поступок, вот ты и есть патриот У каждого человека когда-то в жизни придется сделать выбор, который всегда соразмерен поступку Увидел хулигана, убежал Или вызвал милицию, да, это тоже поступок Помог обезвредить преступника, это тоже поступок И убрался у себя во дворе Это поступок, потому что это отношение, в первую очередь, к самому себе, уважению и к окружающим Это поступок Чистота в городе, это комфортность для всех наших жителей Это самое основное, самое главное, чтобы было приятно по городу ходить Чтобы не было мусора, чтобы не было грязи нигде Но вот к этому мы стремимся и стараемся вот такими субботниками ежегодно Привлекается все население, дети, школьники И сегодня уже родители, как несколько лет назад было, родители говорили, что вот детей Когда помните, везде говорили, что детей нельзя использовать на каких-то работах Тем более привлекать к работам, убирать Вот, сегодня наоборот, понимание другое И дети с удовольствием и садят деревья, саженцы, цветы И все, с каждым годом хорошеют и хорошеют Патриотизм – это любовь и уважение к своей родине Также к своей малой родине, к семье, к своему городу Это социальное чувство, содержанием которого является любовь к родине, семье, школе, своим друзьям В общем, к любому цветочку, ко всему Я ценю ее природу, я помогаю старым людям, которые воевали на войне ради того, чтобы мы жили на этой родине Потому что они воевали именно во имя нашей родины Потому что нашу родину неоднократно некоторые страны хотели просто завоевать Но наши предки ее отстаивали, и из-за этого мы все ценим и любим свою родину И хотим также ее защищать Добрый день, уважаемые коллеги В целях предупреждения возникновения на территории области чрезвычайных ситуаций Я считаю, что мы сегодня должны рассмотреть вопрос ведения чрезвычайной ситуации на территории всей области На тушение пожаров задействовано 1254 человека и 220 единиц техники и 6 воздушных судов В 16 районах области установлен 4 класс пожарной опасности Значительная ветровая нагрузка, отсутствие осадков способствуют быстрому распространению огня Предлагаю с 19.00 26 апреля 2018 года ввести для Мурской территориальной подсистемы РСЧС режим функционирования свечайной ситуации Сто процентов пожаров, которые возникают весной, это антропогенные пожары Очень часто это небрежность людей, которые выжигают сухую траву, не учитывают ветер, не учитывают то, что жарко, сухо Действительно, средние многолетние значения говорят о том, что такого низкого количества влаги в почве не было за последние 10-15 лет Осадков нет, их не предвидится по нашим прогнозам до 10 мая, поэтому, безусловно, сегодня все усилия концентрируются здесь На сегодня, за месяц, мы с 3 апреля находимся в этом сложном режиме, мы поймали 42 нарушителя К сожалению, санкции сегодня до 4000 рублей, и это несоразмерно тому ущербу, который наносят Я здесь считаю, и мы будем давать предложение по согласованию с надзорными органами, как договорились с Владимиром Андреевичем На предмет того, чтобы желательно бы включать в компенсацию тем людям, которые допустили эти пожары, поджигали их Именно затраты, связанные с их тушением Это будет, наверное, справедливым наказанием, потому что самолеты летают, пожарные работают круглосуточно Люди рискуют этой жизнью, вот когда за это начнут платить те, кто привлек этим последствиям, тогда будет, наверное, справедливая, соразмерная ответственность Нужно жестко спрашивать тех нарушителей, которые, не выполняя требования особого противопожарного режима, разжигают или сжигают остатки сухой растительности или просто хулиганят И с этих людей нужно спрашивать, потому что от одного-двух безответственных людей страдают десятки, сотни, а иногда и тысячи граждан И мы уже проговорили совместно и будем готовить соответствующие изменения в нормативные правые документы Я хотел бы обратиться к вам со всем призывом Впереди длинные выходные И нам обязательно не надо забывать об отдыхе, потому что те, кто работает, они должны отдыхать Но мы говорим всегда о безопасном отдыхе И я говорю это не случайно, сегодня с этой трибуны наши леса объяты огнем И в большой степени это дело рук человека Я прошу вас, своим личным примером, сделайте так, пожалуйста, чтобы у нас все было аккуратно Чтобы наши леса и поля, наша природа, наше достояние, наша гордость осталась целой после этих больших праздников Ребята, с которыми мы встречались на картодроме, это ребята, которые популяризируют спорт Мототехнику, автотехнику И с помощью здравой популяризации, когда здравые примеры, когда есть понятие безопасность Когда есть понимание, где эти гонки должны проходить, когда проходить Это и есть тем основанием, чтобы с их стороны была оказана помощь сотрудникам госавтоинспекции С точки зрения именно профилактики Мы понимаем, что все, кто начинают дрифтовать на центральных улицах Ленина, на 50 лет, на Зейска или еще что-то, они вне закона для нас всех Не только для ГАИ, не только для мэра, не только для губернатора То есть есть сообщество, которое получило дом, которое его развеет и говорит Слышите, ребята, вот если есть это братья, чтобы не я один за ними бегал Если эти ребята вместе с сотрудниками ГБДД будут объяснять, разъяснять, чтобы в клубе было быть модно Чтобы следовать правилам, традициям мотоавтоспорта, тоже было модно И то будет все нормально, все будет хорошо Вот штабная палатка, в которой, естественно, командир партизанского отряда вместе со своими заместителями принимали решение на уничтожение врага Здесь, я думаю, что принимались решения на карте Здесь принимались решения, сколько групп будет идти Чем они будут вооружены И мы здесь постарались воссоздать тот облик внутренний, в котором принимались такие серьезные решения Насколько я знаю, на Дальнем Востоке, ну, по крайней мере, я не видел больше, чтобы где-то строили Может быть, где-то уже распространен опыт, но я не знаю о том, кто бы еще на Дальнем Востоке делал такую партизанскую деревню Детям можно все Они могут взять автомат ППШ Они могут потрогать, прикоснуться к знамени того времени Они могут посмотреть и потрогать каски, плащ-палатки и так далее То есть все, что здесь внутри есть, они везде могут сесть, посидеть Что в клубе, что в столовой, что в красном уголке Патриотизм – это необъятная любовь к Родине Патриотизм – это, на мой взгляд, любовь к Родине, уважение к ветеранам разных войн Волонтерская деятельность Встать в свою страну Готовиться умереть ради своей страны Сопереживание, толерантность и помощь другим Патриотизм – это любовь к семье, к школе, к области, к городу Также можно быть верным своему отечеству и юнормейскому братству На сегодняшний день в нашем лицее уже 135 юнормейцев С третьего по восьмой класс Это движение инициативы их, то, что помогать ветеранам Развивать патриотизм нашей Родины Воспитывать в себе мужественный характер Я хочу дальше быть военной девочкой И я хотела себя воспитать этот патриотизм До обычного класса мы отличаемся тем, что у нас есть строевая Что нас там учат маршировать А в обычном классе просто одна физкультура и все Ребята, которые учатся в кадетских классах, целеустремленные С высоким уровнем мотивации То есть это дети, которые себя хотят посвятить уже этой серьезной, нелегкой профессии Песню запевай Комбат рядовой, единою судьбой Мы связаны с тобой, друг мой Служить России суждено тебе и мне Служить России удивительной стране Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!